Добрый день! В Нижнем 15 часов. Самые актуальные темы к этой минуте. Аренда квартир в Нижегородской области существенно возросла. В декабре цена однокомнатной квартиры в городе составила 14 117 рублей в месяц. При этом с начала года по ноябрь прошлого стоимость аренды, напротив, снижалась. Эксперты связывают такое повышение цены с сезонным фактором, а также непростой экономической ситуацией. Госэкспертиза одобрила сметную часть проекта станции «Стрелка». Об этом в своем блоге заявил губернатор Нижегородской области. По его словам, это означает, что после конкурсного отбора подрядчика можно начинать подготовку площадки и строительство метро. Согласно информации, сметная стоимость возведения метрополитена составила 10 846 миллионов рублей. В уровне цен четвертого квартала прошлого года. Число нижегородских предпринимателей по итогам прошлого года увеличилось почти на 30%. Этот показатель более чем на 5% превышает темпы роста в целом по стране. По понятным причинам, в конце прошлого года число желающих заниматься бизнесом, конечно, сократилось. О том, как развивать свое дело в условиях нестабильной экономики, расскажем сегодня уже в 6 вечера. Более половины нижегородцев, 54%, отнесли себя к категории малообеспеченных людей. Исследование проводил департамент социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации. С рейтингом знакомого Валентина, привет, почему же мы опять в середине рейтинга? Ну, потому что мы себя так ощущаем. Этот рейтинг оценивал не статистические показатели, а именно самоощущение россиян. То есть твои доходы могут быть весьма высокими, но если тебе кажется, что их оскорбительно не хватает на достойный образ жизни, то здесь ты пока попадаешь в колонку доли критически бедных молодых мужчин. Почему же именно мужчин как себя самоощущают женщины города? Как бы ни было мне обидно, отдельно оценивали именно мужчин. Здесь исследователи исходят из логической связи благосостояния жителей и роста протестных настроений. Тогда как двигателем протеста является безработный молодой мужчина, соответственно, их решили оценить отдельно. Так вот, в Нижнем Новгороде доля критически бедных молодых мужчин 4%, а малообеспеченных 32%. Что же касается общей статистики, то малообеспеченными себя чувствуют больше половины нижегородцев 54%. Ну это довольно много, учитывая, что по официальным данным ниже прожиточного минимума у нас живут только 10% нижегородцев. Но если вот это может как-то взбодрить, гораздо беднее нас себя ощущают волгоградцы. Волгоградцы там малообеспеченными себя видят 63% населения, а Москва, которая здесь в самом лучшем свете, здесь 43%. Получается, что россиянам всегда не хватает денег, вне зависимости от того, как далеко их окладают прожиточному минимуму. Кстати, в Нижнем он, по последним данным, 7 321 рубль. Мы вышли на улицы и спросили у нижегородцев, кого они считают бедными людьми. Бедность по-нижегородски. На московском вокзале можно это увидеть. Яркий пример. Бедность ходит. Дети с пакетами и так далее, бомжи и все такое. Бедные, смотря что такое бедность. Бедность это понятие растяжимое. Бедность бывает духовная, материальная. Если бедность материальная, тогда ограничивать себя они будут во всем. Лишь бы только за квартиру платить денег хватало. Ну, наверное, кто не может себе купить, поесть то, что хочет, одеть то, что хочет, куда-то пойти, в театр, в кино. Нет денег. Внукам своим помочь. Вот это, наверное, бедность. Если он ограничивает себя в питании, это бедный человек. Ну, бедный человек не может себе купить машину. Это же относится к продуктовой сфере. Я бы сказал, меньше 10 тысяч рублей заработка. Получается, что в этом рейтинге, как и во многих других, Нижний Новгород опять серединка наполовинку. Вроде бы у нас все хорошо. Да, но проблем достаточно много. Действительно так, но не любое лидерство в рейтинге нас бы кем порадовало. Например, РБК Нижний Новгород напоминает о том, что в декабре независимое рейтинговое агентство А-Плюс составляло рейтинга. И там Нижний Новгород вошел в пятерку городов. Но городов с самым высоким количеством преступлений на тысячу жителей. Ну, это, наверное, не рейтинг, а антирейтинг. Спасибо, Валентина. И в заключении о курсах иностранной валюты и цене на нефть. Доллар США немного отыграл у рубля свои позиции, но все равно остался ниже отметки в 65 рублей. Курс на завтра за доллар 64 рубля 99 копеек. Единая европейская валюта 75,27. Цена барреля нефти 48 долларов 89 центов. Но сегодня же стало известно, что крупнейшие нефтяные компании начали готовиться к цене черного золота на уровне 40 долларов за баррель. На этом пока все. Берегите себя и свои карманы. Смотрите Горький ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова